Для бизнеса сегодня практически нет границ. Несмотря на изменчивую международную обстановку, немецкие компании и их представительства уже долгие годы работают на территории Самарской области. Впрочем, и местные организации тесно взаимодействуют с зарубежными партнерами. Визит делегации Российско-Германской внешнеторговой палаты – еще один серьезный шаг в таком сотрудничестве. Важно, что на встрече присутствуют не только чиновники двухстранной, представители компаний, которые только начинают или планируют начать работу в регионе. «Резко ли увеличится наша прибыль от таких встреч? Нет. Однако, если говорить о выгоде в общем, то все стороны от этого выигрывают. Это налаживание контактов и сотрудничества». Внешнеторговая палата представляет интересы немецких компаний, оказывает поддержку их российским партнерам. Бизнес-сотрудничество идет по многим направлениям. Из ФРГ в регион ввозится промышленная техника, транспортные средства, пластмассы, основная статья экспорта Самарской области, минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, а также удобрения, алюминий. Объем внешнеторгового оборота за 2018 год составил порядка 578 миллионов долларов. И здесь есть куда расти, тем более, что в регионе существуют для этого все условия. Созданы особые экономические зоны, а также техно-индустриальные парки в Самаре, Тольятти и Чапаевске. Льготы, которые применяются, меры поддержки, которые есть, ими не обладают и многие страны, лидеры по развитию бизнеса. Наш регион очень большой скачок в рейтинге агентства юридических инициатив совершил как раз благодаря тому, что, слыша бизнес, мы стараемся упрощать, облегчать процедуры, там, где есть пока какие-то сложности, сопровождать бизнес. Итог встречи – подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и Российско-Германской внешнеторговой палатой. Здесь очень много компаний, которые имеют немецкие корни, которые здесь очень хорошо и успешно работают. И мы знаем и видели, что они здесь получали хорошую поддержку от государственных структур. И все вместе мы считаем очень удачно и полезно для развития экономики. Мы сможем не только представить дополнительные возможности для ведения бизнеса на нашей территории, но и показать опыт других компаний, которые уже прошли, и тем самым максимально использовать инвестиционный потенциал нашего региона, привлечь новых партнеров. Визит немецкой делегации продлится два дня. За это время гости посетят несколько предприятий и своими глазами увидят, как устроена работа особых экономических зон региона. Кирилл Козин, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.